Мы взяли с собой палатки? Не, никогда сам эту палатку не ставил. Произошел некий факап? Просто флипкий цыпленок. Продолжение следует... Вот мы и приехали. Наша последняя точка прибытия, точка Б, как раз-таки оказалась рядом с Батуми. Вот сюда? Черное море. Спроси. Ну, вообще нам не сюда. Мы взяли с собой палатки. И это первый опыт наш, когда мы отдыхаем с детьми вчетвером дикарями. Ребята, смотрите, настоящий зорро! Еще с палочкой. Подожди, стой, что-то хочет нам сказать. Здравствуйте! Здравствуйте! Что могу вас предлагать? А что у вас есть? Есть масло от левкалитта, от лавровой листии. Нечебнее. А нам оно сейчас нужно? Сейчас мы найдем место, обоснуемся, потом будем предложения выслушивать. Посмотрите. Да нет, спасибо. Уже завтра, спасибо. Скорее хочется уже ехать до того местечка. Все, ищем да ищем, ищем да ищем. Что за стена? Ой, тут как класс. Смотрите, все, я сейчас открываю вам завесу. Смотрите. Ну давай, проезжай. Да куда? Там набережь. Поездка с дикарями, я назову так себе. Потому что мы с Миком думали, что мы поедем туда, где вообще не будет цивилизации. Вообще не будет ничего. Мы просто видели такой пляж, когда по Хрему проезжали. Где-то где Судак, по-моему, да? Там типа едешь, ну и ничего. Встают просто тачки. И палатки. И все. Да. И как бы ничего нету, никаких удобств. А тут прям такая тусовка. Рядом с морем, в лесу. Короче, очень классно. Еще и в палатках. Но опыт у нас первый раз такой. Мечты сбываются, как говорится. Мы приехали в палаточный городок. Та-дам. Мик расчехляет. Я хочу вам показать свою мечту. Вот она. Посмотрите, какой классный дом на колесах. Это наша мечта. Следующий уровень, как Мик сказал. Ну давай. Это палатка. А точно палатка? Нет. Никогда сам по-то полоской не ставит. Ну вот опыт. Первый опыт. Мик. Вот это. Паранец. Микричный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, можете заходить, смотреть палатку. Короче, установили палатку. Та-дам! Не знаю, насколько правильно, потому что, по сути, я устанавливал ее второй раз в жизни. Первый раз мы ездили, когда ему было год, 8 месяцев. И то, заменяя ее тогда, можно сказать, установили. Но сейчас вроде сделаю все сам. И если к утру она не развалится, значит, все хорошо. А так здесь клевое местечко, здесь тихо. Здесь одни палаточники и кемперы. И мы впервые так отдыхаем и надеемся получить от этого удовольствие. Просто изначально мы заехали прям супердвижняк а-ля Сочи-Адлер. И там, конечно, мы не этого ожидали. Там есть места для кемпинга. Но это такое, как будто ты лег поспать на пляже. Нет, это такое больше молодежное. А здесь такое семейное. И как хозяин сказал, я отпускаю только семейных. А именно компаний какие-то с ребятами молодыми не пускают. Здесь ничего не надо, здесь вообще прекрасно. Чего там? Сел, что ли? Дети у нас тоже заняты делом. Вот у них... Походу он сел. Да. Там же шнур должен быть еще. Тихо, тихо. Так порвете молния. Ты хотел закрыть его? Ну рассказывай, как тебе? Нет, я открыть возьму. Привет. Посмотрите, где мы в палатке. Ну-ух ты. Смотрите, вот можно закрыться. Вот так вот закрыться. И можно еще вот так вот закрыться. В носках бегаете, а потом внутрь заходите. Нет, может мне только кажется. Я тебе говорю, он вдувается. У нас есть скотч. Никакой скотч, ты прикалываешь? Да хватит уже верещать. Произошел некий факап, о котором я говорила, Микел, именно меня же никто не слушает. У нас был матрас, и он был дырявый. Я говорила об этом. Ну ладно, хорошо. Все решается. Да, просто он скотчем его залепил. В этой жизни все решает скотч и ВД. Ну ладно. Короче, уже 10 вечера. Мы разложились. Палатка готова. У детей застелено. Завтра покажем утром, как это все выглядит, потому что здесь дефицит света. Вот, и я заклеил все окна в машине, чтобы насветило. Короче, очень устал. И еще вроде опять температура началась. Ну как опять? Что-то какое-то состояние не очень. Доброе утро. Сегодня была наша ночь в палатке. Дети спали здесь в машине. Разложили диван. Да, у них там мега улетно. Да, я сам там полежал, классно. Мы спали в палатке. Ну как? Так, не снимай класс. Тут вечерняя попытка. А, понятно. Знаешь, какой плюс? Огромнейший плюс. Ну, первое, это здесь тихое место. Здесь, в принципе, не было никаких тусовок ночью. Все, как любви, спать. Ну, классно. А второй плюс. Здесь нет ни комаров, ни миг. Кто-то мог бы помешать вообще отдыхать. Мы спали с открытой палаткой вообще. Ни одна жмия к нам не забралась. Пока что. Пока что. Может быть, все впереди. Вообще, очень классно. Снова доброе утро. У нас второй день пребывания в нашем кемпинге. В палаточном кемпинге. Да, Таня мне сделала завтрак. Да, я себе старалась. Вчера варила суп. И в инстаграме у меня получилась атмосферная фотка в запрещенной сети, напоминаю. Поэтому не смотрите ее там. Наконец, идем на пляж. Ну, мы уже были вчера. Теперь просто снимаем. Пляж здесь просто офигительный. Он песочный. Небольшие волны. И, что самое главное, здесь мало людей. Вау, вообще кайф. Давайте, отряд. Ну, сегодня волны вроде побольше. Дует теплый ветер в лицо. Вот такой здесь песок. Он очень горячий. Если наступать на него босой ногой, можно реально ожог получить. Да, можно. Нет, идите сами, я не хочу. Нет, я не пойду. Идите сами. Пожалуйста. Давай, вчера заходили и сегодня зайдете. Пожалуйста. Вау, Scholка. Эй, я! Вау, water! Я! Вау! Вау! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok